МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центров для сдачи единого государственного экзамена за рубежом будет открыта в этом году. Прежде всего, это страны СНГ, в которых есть желающие поступить в российские вузы. Далее Рособранадзор прорабатывает вопрос о возможной сдаче единого государственного экзамена в течение всего учебного года. И в текущем уже будет создано четыре независимых центра. Все эти заявления были сделаны на заседании коллеги Министерства образования и науки Российской Федерации. Оно было посвящено подготовке к проведению ЕГЭ. В целом, степень этой готовности в ведомствах оценивают высоко. А вот подробности мы узнаем от Алины Бурмистровой. Дмитрий Ливанов подчеркнул, что процедура проведения ЕГЭ должна быть максимально прозрачной. Только в этом случае оценка знаний школьников будет действительно эффективной. Уже создано Всероссийское студенческое движение «За честный ЕГЭ», задача которого — сформировать корпус федеральных общественных наблюдателей. Во всех пунктах проведения ЕГЭ будут установлены камеры видеонаблюдения и металлоискатели. Поставкой необходимого оборудования займется компания «Ростелеком». «Ростелеком» задействует систему, которая ранее эффективно показала себя при видеонаблюдении процесса за выборами президента Российской Федерации. Нами было обеспечено на тот момент 97 тысяч пунктов видеонаблюдения. Сама система поддерживается. У нас есть до 3000 мы можем организовать мобильные бригады, которые обеспечивают техническое сопровождение этой системы, повышая ее надежность и качество. Другая важная мера связана с конфиденциальностью экзаменационных материалов. Им будет обеспечена полная недоступность с целью исключения случаев несанкционированного размещения заданий в сети интернет. Как только материалы попадают в этот пакет, они становятся до места проведения экзамена недоступны ни для кого. Наверное, это очень важно, потому что эти материалы за несколько часов будут переданы представителям пункта проведения экзамена. И в течение этих нескольких часов на момент доставки в сами пункты проведения экзаменов материалы будут надежны. Экспертов, нарушивших порядок проведения ЕГЭ, Рособорнадзорам рекомендовано исключить из состава предметных комиссий. А в случае возникновения спорных вопросов в объективности оценивания работ будут назначаться межрегиональные перекрестные проверки. Однако, помимо административных мер, важно осознание необходимости сдавать ЕГЭ честно самими учащимися. Ужесточение требований и процедур проведения единого экзамена и другие административные меры честность на 100% не обеспечит. Мы это прекрасно понимаем. Здесь важнейшая часть нашей работы – это объяснение, просвещение, убеждение. Пока большая часть тех, кто сдает экзамен, и тех, кто его принимает, не будет внутренне испытывать убеждение в том, что делать это нужно честно, а 100% успеха не будет. По мнению Дмитрия Ливанова, ЕГЭ мотивирует к освоению школьной программы в полном объеме и дает возможность поступить в ведущие вузы. Так, количество абитуриентов из других регионов, поступивших в российские вузы, выросло в два раза. Поэтому ЕГЭ не только позволяет оценить полученные знания, но и открывает дорогу к качественному и общедоступному образованию. Алина Бурмистрова, Данил Свидерский, телеканал «Просвещение». Дайджест медиакарты вузов России. Возродить традиции Казанского университета 1987 года решили в Институте физики. Там стартовала международная зимняя школа-семинар «Петровские чтения-2014». Что это такое, расскажут коллеги из Юнивер Ньюс. Программа школы составлена из лекций, посвященных новейшим достижениям в теории гравитации, астрофизики и космологии. Для чтения лекций приглашены ведущие российские и зарубежные ученые. Кроме того, школа – отличная возможность молодым ученым доложить результаты своих исследований в рамках научного семинара, который будет работать параллельно со школой. Цель этой конференции – это как раз привлечь молодых студентов, бакалавров, магистров, аспирантов, молодых ученых и привлечь в область современной астрофизики, космологии. Сейчас это бурно развивающаяся область знаний. Мы получаем огромное количество новой информации об устройстве нашей Вселенной. Организаторы мероприятия планируют возродить многолетние научные и образовательные традиции, известные в России и за рубежом международной летней школы-семинара по современным проблемам теоретической и математической физики «Петровские чтения». Для участия в этом году приехали лекторы из Японии, Испании, Франции и городов России. По итогам избранные лекции, прочитанные на школе-семинаре, будут опубликованы в лекционных заметках. Марта Луканина, Руслан Руманов, Универньюз. В Южноуральском госуниверситете прошло закрытие шестой научной конференции аспирантов и докторантов. Целая неделя науки, по словам организаторов, была своеобразной молодежной тусовкой, но с одной оговоркой – научной тусовкой. Недельный марафон, посвященный Дню российской науки в ЮРГУ, подошел к концу. В течение недели на конференции были представлены все научные направления университета – техническая, естественная, социально-гуманитарная, экономическая и юридическая. Основное преимущество конференции в том, что молодые люди впервые читали свои доклады для широкой аудитории. На закрытии конференции председатель оргкомитета, проректор по научной работе Сергей Ваулин, рассказал о результатах проведенной работы. В итоге хорошие, проведены все доклады, все организовано хорошо. Ребятам нравится выступать на этой конференции, потому что своя среда молодежная. Причем мы делаем же укрупненные направления, и поэтому они видят, как другие работают, что-то для себя новое узнают, знакомятся, общаются. В общем, это такая молодежная тусовка научная, со всеми ее большими плюсами. В следующем году организаторы планируют привлечь к участию большее количество студентов. Для первокурсников это станет подведением первых итогов за полгода обучения, а для третьего курса – притечи их диссертационной работы. Лучшие доклады будут напечатаны в электронном сборнике научных работ «Вестник ЮРГУ». Другие новости регионов в нашем дайджесте «Медиакарты». В научной библиотеке ДВФУ состоялась презентация первого в России комплексного учебника по истории Дальнего Востока для высших учебных заведений. Свою оценку новому изданию дали преподаватели и сотрудники ДВФУ, научные работники Дальневосточного отделения Российской академии наук, а разрабатывали учебник сотрудники ВУЗа. По их словам, учебник получился несколько объемнее, чем рассчитывали, но в нем заключена история Дальнего Востока от самой древности до современности. И поскольку сейчас студенты любого направления изучают историю Дальнего Востока, то учебник в этом станет незаменимым помощником. Эксперты 150 университетов и образовательных организаций России, США и стран Европы собрались в Уральском федеральном университете для обсуждения лучших практик электронного обучения. Там открылась 11-я конференция «Новые образовательные технологии в ВУЗе», посвященная онлайн-образованию. Дискуссии о роли дистанционного обучения в системе современного образования продлятся в Уральском федеральном университете два дня. И, кстати, еще в 1974 году в Уральском политехе, ныне УРФУ, был создан Центр дистанционного обучения для строителей Байкала-Амурской магистрали. Следующая новость от Северо-Восточного федерального университета. На днях из экспедиции по Якутии в рамках проекта «Мерзлометр школах» приехала группа исследователей под руководством ученого из Японии Кенжи Яшикава. Миссия проекта – пропаганда знаний о мерзлоте для учащихся, живущих на территории распространения мерзлоты, в надежде увлечь и вдохновить новое поколение продолжить мерзлотные исследования. Суть проекта заключается в установке мониторинговых площадок наблюдений за температурами воздуха и мерзлоты. Результаты исследований будут готовы через год. Дальнейшим мониторингом устройства будут заниматься ученые Якутии, сотрудники кафедры североведения СВФУ, Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН. О новости северной столицы Санкт-Петербурга представят коллеги из Первого молодежного. В актовом зале Научно-исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики прошел один из концертов недели классической музыки. Студенты с удовольствием слушали молодых маэстро. Никто не остался равнодушен к концерту, на котором присутствовали не только студенты. После окончания съемочной группе удалось пообщаться с ректором университета. На самом деле это наш первый опыт в техническом университете. Но вот то, что начало положено, для наших ребят, которые работают, ребята-девчата, работают в области высоких технологий, вот именно духовное развитие, именно то, что дает музыка, это совершенно неповторимая вещь. Владимир Нац, Кирилл Елагин, специально для 1М. На сегодня это вся информация. Еще больше новостей на нашем сайте и странице телеканала ВКонтакте. Встретимся, когда наступит наше время. Редактор субтитров А.Семкин